Дольщики не сдаются. Из-за запрета проведения массовых пикетов омичи приходят к правительству по одному, сменяя друг друга через каждые полчаса. Власть трусливо не согласовывает протестные акции, ссылаясь на то, что на площади теперь вдруг появились места для стоянки служебного транспорта. Очень похоже на обман. Люди требуют соблюдения Конституции и применения законных действий. Эти знаки расположены со стороны улицы Алексеева, а эти – со стороны Банковского переулка. Не то, что стоять автотранспорту нельзя, даже движение здесь запрещено. Но чиновников раздражают не водители – нарушители закона, а люди, которые несколько месяцев стоят с плакатами под окнами в рио губернатора Буркова. Теперь власть не разрешает им здесь встречаться и требовать решения своих многочисленных проблем. Для людей, конечно, более унизительно, еще более унизительно стоять по одному. Пусть вот эту мысль обдумают наши власти и задумаются над тем, чтобы запрещать здесь массовые пикеты. Хотя ограничений я лично, как обычный человек, не вижу. Два знака стоит с обоих сторон к этому подъезду о том, что стоянка запрещена. Они ссылаются на то, что здесь стоят машины, которых в данный момент нет здесь. Да, запрещают нам массовые пикеты, ссылаясь на то, что здесь у них вот стоянка. Ну, ни машин я ничего не вижу, ни знака стоянки я здесь тоже не вижу. Ну, как бы, видимо, хотят так от нас избавиться поскорее, но мы не сдадимся. Они еще больше разогреют просто, как бы, ну, агрессию. Ну, не агрессию, а как бы желание бороться дальше. Вот. Нас не сломать даже по одному. А мечей с плакатами берут на особый контроль, а вот явных нарушителей ПДД словно не замечают. Эта машина стоит там, где нельзя, около получаса. Ни охрана здания, ни полицейский вопросов водителю не задают. Приходится нашей съемочной группе наводить порядок. Добрый день, телекомпания Обком ТВ. Скажите, пожалуйста, почему вы нарушаете правила ПДД? Я нарушаю? Да. Где? Здесь знаки висят, стоянка запрещена. Не знаю, не видел я знаков. Ну, вот тут все, три знака по периметрам, а вы здесь стоите уже много времени. Сейчас отъеду. А вы кого представляете? Извините, пожалуйста. Кому вы привезли? Между тем, правительство Омской области, возможно, допускает очередную крупную ошибку, обещав до конца года сдать в эксплуатацию еще четыре проблемных дома. Похоже, в этом году новоселье мечам так и не дождаться. Дома не готовы. Константин Ткачев, Григорий Бадьянов, Обком ТВ.